Радио ММКЗ Сегодня у нас в гостях Эдуард Политаев, президент общественного фонда «Мир Евразии». И мы сегодня изучаем, обсуждаем, говорим о политическом протесте в Беларуси и его значении для Казахстана. Здравствуйте, Эдуард. Добрый день, здравствуйте. Ну давайте, у нас, наверное, мы разобьем на несколько. Почему протесты? Конечно, немножко, может быть, это кому-то и набило оскомину, потому что вал очень большой. Но мы сначала обсудим сам протест, а потом, что из него выйдет для Казахстана. Думаю, вторую половину мы всякие политические, другие вещи обсудим. Я бы вот так хотел сказать, какая вот ваша версия, то есть возникновение именно таких вот беспрецедентно мощных, да, то есть для, не то что для Беларуси, для всего постсоветского пространства, протестов, которые еще достаточно не просто большие, они очень еще и устойчивые, фактически можно говорить уже всенародные. Почему вот это случилось в Беларуси и почему это случилось именно вот так? Ну, здесь несколько причин. Трудно их ранжировать по важности. Ну, я, скажем так, хочу акцентировать внимание на просто на особенностях постсоветского пространства и, соответственно, на особенностях такого активного политического поведения, неожиданного для этого пространства. То, что произошло в Беларуси, где, в принципе, массовые акции протеста, они и существовали и ранее, и часто были их прошлым выбором прерывочены, но не в таких объемах. И казалось, что лидер Беларуси Лукашенко вполне контролирует ситуацию, как бы это просто выхлоп энергии недовольных, который очень быстро заканчивается. Ну, как нынешняя практика показала, это не так. Я бы не акцентировал внимание на том, что слишком много народу практика показывает, что совсем не обязательно сотни тысяч людей выводить на брошадь, чтобы сменить власть. Ну да. Очень часто бывает так. Идеся хватит. Да. Мы посмотрим, допустим, как это делалось в соседнем Кыргызстане в пятом-десятом году. Там тоже были люди, и тоже их было много, но не в таком масштабе. И энергия протеста, она в мирном русле выдерживалась очень короткое время. Либо власть там начинала провоцировать, как подключать, допустим, силовые структуры при Бакиеве. Либо просто-напросто это все выходило там в какие-то не очень хорошие вещи, вроде ограбления магазинов, там, избиения людей и так далее. В Белоруссии, значит, ситуация еще и наложилась на то, что вот эта пандемия коронавируса, она же обострила очень многие проблемы, в том числе и политическое недовольство масс. И на всем постсоветском пространстве легитимность власти и харизма, она потускнела, потому что приходилось зачастую непопулярные, какие-то неадекватные, неподдающиеся логике решения принимать. Это везде было так или иначе. А, куча ошибок, да, еще. Куча ошибок. Белоруссия, как всегда, пошла совершенно другим путем, скажем так. Так, если у нас, допустим, в Казахстане во время первого карантина, допустим, с марта по май, люди очень часто вот этими ограничительными мерами именно были недовольны, да, чувствуя себя в заперти, не чувствуя себя свободными, то в Белоруссии совершенно обратная ситуация. Люди, наоборот, недовольны были властью, что она игнорирует, учитывая, что в соседних государствах везде локдауны там какие-то были, что она игнорирует эту ситуацию. И якобы скрывая там количество заболевших и так далее, и так далее. Вот. Второй момент, это сама процедура выборов. Она проходила, скажем так, очень как-то по-местному, как будто выбирали действительно председателя колхоза, а не президента государства. Вот. Не было наблюдателей иностранных, да, с СНГ, да, и кто не приехал. Хотя они бы приехали и сказали, что все выборы соответствуют нормам, да. С СУБСЕ не было. Да, с Россией даже соседней никто практически не приезжал, да. Вот. То есть провели все это дело по-свойски и как бы очень быстро эти результаты обнародовали, значит, и люди просто-напросто возмутились. Это действительно народное недовольство было. Сначала казалось, что это было похоже на какой-то праздник непослушания, то, что люди выходили, в принципе, с мирными целями, да. Шарики там надували, не хулиганили особо, пытались, значит, показать, что мы сила, мы белорусы, мы единая нация, но мы хотим, чтобы нас уважали, чтобы с нами считались. Просто в эпоху интернета, в эпоху все большей открытости нужно все-таки электориальным процедурам, особенно когда республика отличается от своих соседей тем, что там 26 лет в власти один человек, нужно быть более системным, задействовать те же интернет-технологии было. Все по старинке же было, все на бумажках было, а в итоге получается так, что телеграм-канал, это же телеграм-революция получилась, да. Если, например, в Тунисе и в Египте там фейсбук задействовали в свое время, то сейчас достаточно одному пацану, 19-летнему студенту из Польши было, значит... 22 лет, да, 22 пусть, хорошо, через свой канал фактически координировать все эти вещи, ну, где была власть, то есть за этим нужно было следить, ну, какие-то перерективные меры делать. Я ее не оправдываю, не советую, я понимаю, что это столкновение старого и нового фактически случилось, разных менталитетов, то есть белорусский народ уже требует лидеров, которые соответствуют интерактивной повестке, соответствуют тому, что сейчас что-то скрыть, утаить, по старинке сделать не получится. Тем более, нужно учитывать, у нас же в Беларуси интерес-то вырос, у нас много белорусоведов появилось, не так давно. Во-первых, мы не граничим друг с другом, у нас огромное расстояние между нами. Все благодаря интеграционной повестке, во-первых, случилось, благодаря Таможенному Союзу, Евразийскому Союзу, когда белорусские товары к нам пошли рекой, когда появляются совместные предприятия, совместные проекты различные, когда Белавия у нас запустила рейсы, и многие начали через Минск летать в Европу, они раньше летали через Киев, но сейчас с этим делом сложно стало. То есть Белоруссия нам стала ближе, благодаря интеграционной повестке, люди начали интересоваться, узнавать, что там происходит, это одно, да, но вряд ли я думаю, что Казахстан особо сильно интересен простым белорусам, у них там свои погремушки, у них есть Польша, которая исторически, да, скажем так, была в том числе и хозяйкой в большей части территории, есть Литва, есть Украина, где огромное количество политических событий происходит активного характера, и где за этим следят и интересуются очень сильно. Мне кажется, это все, скажем так, островков стабильности, да, как в Центральной Азии, там рядом не находилось, разве что, допустим, довольно депрессивные там области Российской Федерации, вроде Смоленска, Брянска, Орловска, да, то есть Беларусь все-таки это страна, которая не только географическая, она и ментальная все-таки в большей степени. В Европе, да, она очень сильно кооптирует в себя европейские ценности, а массовые акции протеста, да, учитывая там роль тех же желтых жареетов во Франции и так далее, они... Да и польские там. Да, да, и польские, да, это все как бы легко на очень подготовленную почву, с моей точки зрения. Ну, я бы еще отметил, да, то есть вот Тед Уарг правильно сказал то, что он, в смысле, чужой уже, он, в принципе, уже, ну, я просто посмотрел, в 89-м году, когда он пошел в политику, да, в Беларуси было 35% сельского населения, да, сейчас их меньше 20%. И дальше будут сокращаться. Да, еще дальше. То есть, белорусы это городской народ, которым вот эта риторика, да, про колхозы, картошку и прочие вот эти колхозные прелести, да, она вообще не близка, в принципе. И, как бы, он смотрится вообще абсолютно чужеродным таким, в принципе, это, особенно учтя, что он был политруком 10 лет, а директором совхоза всего два года, да, а потом депутатом стал. Но он же спор с вот этой политруковской общей такой этой, я бы еще сказал то, что, в смысле, он полностью, не то, что чуж, он еще и полностью перестал понимать, что хочет его народ, получается. То есть, я бы, мы же, помнишь, писал, да, то есть, РИСИ, допустим, российский институт стратегических исследований, да, он был тогда при СВР, потом стал при администрации президента России, основан был в 92-м году. Казахстанский институт стратегических исследований в 93-м, да, при администрации президента России, а белорусский институт стратегических исследований при администрации президента Беларуси был создан в прошлом году, в феврале месяце. То есть, человек не понимает вообще никакой там важности ни социологии, ни политологических исследований, то есть, и, соответственно, ну вот только начали, да, а до этого что, ему писали, чиновник написал, КГБшник написал, полицейская, милиция написала, да, вот он вот читает, да все же нормально, меня все любят. Это отличная проблема, что слабость институтов, которые должны окружать исполнительную власть, ведь помимо, не, я думаю, что все-таки какие-то исследования там проводятся, может они закрытый характер, но, к примеру, политические партии, институт политических партий, ведь они существуют в Беларуси, но никто не знает в этих протестах голоса политических партий не слышны абсолютно совершенно. Потому что я посмотрел, ни за, ни против, ни вообще просто оппозицию никто не успевал. Да, в парламенте Беларуси 90 с лишним процентов депутатов беспартийные, то есть, фактически, у них была партийная вот вся эта структура уничтожена, то есть, соответственно, получается таким образом, вот это, то есть, народ, вот народ, да, то есть, нет никакой между ним и властью прослойки, то есть, организации, и так далее, то есть, и, соответственно, некому выражать уже много лет, да, мнение народа, да, то есть, и фактически получается аппарат сам по себе, народ сам по себе, он так, народ и разрабатывает там wargaming, ездит, получает самое большое количество, ну, долю у населения шенгенских виз, он ездит там, учится в Польше, да, а это все это по тактах, комбайн и это, то есть, риторика, блин, позднего советского периода, то есть, и вот это несовпадение, я думаю, оно еще и тут подвигло очень сильно. Согласен, абсолютно верно, но можно даже вспомнить, что в Беларуси, во-первых, опыта института президентства не было, и вот самое последнее на постсоветском пространстве появилось, если у нас в 90-м году уже появился президент там, ну, во всех советских республиках, 90-91 год, это зарождение института президентства, в Беларуси он появился в 94-м году, и как раз перед выборами, которые неожиданно по тем временам выиграл Лукашенко, никто не знал, кто такой президент, что он будет делать и вообще, Беларусь тогда на распутье стояла в то время, и очень было много шансов на то, что это вообще парламентская республика будет. Да. Но вылез Лукашенко, как черт из табакерки, не в обиду ему будет сказано, взял власть, и, по сути дела, это все очень настолько персонифицировано и персонализировано, то, что сами белорусы даже сейчас толком-то и не знают, как дальше, да, нет стратегического видения, горизонта планирования, как ни у позиции, ни у власти, как дальше жить. Это тоже очень большая проблема, потому что нет стратегических программ развития страны. Пусть они иногда даже вызывают какую-то улыбку и неверие в то, что какие-то показатели достижимы, но и у Казахстана, и у России, и у других стран есть какие-то точки, да, куда мы придем, как стратегия 20-50 в Казахстане и так далее. По Беларуси очень тяжело понять вообще, куда двигаться будет, и насколько вот это несовпадение старого и нового, оно не разольет ли страну случайно, да? Да. Сколько можно эти тракторы делать, может они не актуальны будут лет через 10? Да. Да, сейчас там многое поставляется, это лидирующие там производители на постсоветском пространстве, допустим, в Африку продукция уходит и так далее, и так далее, но насколько это будет актуально лет через 10-20, это непонятно. И по очень многим вещам можно так сказать, это что касается развития экономики. Ну, я бы даже отметил то, что у них в прошлом году Россия убрала скидку на нефть, и все, это же изменило полностью всю эту экономическую модель Беларуси. То есть, в чем я тут поясню, экономическая модель Беларуси была в том, чтобы покупать у России нефть по внутрироссийским ценам без пошлин, потом ее перерабатывать, а потом по европейским ценам продавать нефтепродукты, бензин, солярку в Польшу, Прибалтику и дальше. То есть, получается, это была гигантская маржа, которая... Беларуси больше, чем Казахстан перерабатывали, у нас три завода, у Беларуси объемов больше было. Да, у них, у нас было 14 миллионов тонн перерабатывали мы, а они перерабатывали 22 миллиона тонн, и вот на это фактически страна и жила, фактически, на это. Потому что вот это все машиностроение, это, оно все-таки не такое объемное, как хотелось бы на это. А вот если говорить о самой компании, вот если, как вы думаете, что там вот именно, какие ошибки были у Лукашенко? Почему вот он спровоцировал вот эту компанию на это? Ну, в первую очередь, это самоуверенность, наверное, и в собственных силах, значит, когда человек столько лет у власти теряется, наверное, какая-то связь с действительностью. Ну, по нему видно очень, что полностью потеряно, фактически. Да, в принципе, есть определенный процент, там, социологи, политологи обычно называют, там, от 20 до 30 процентов людей, которые в любом случае голосуют за действующую власть. Да. Вот, то есть, какой был бы он, не был, может, он даже тебе и не нравится вовсе, но они, на всякий случай... Хотя бы привычные. Да, и привычные перестраховаться, мало ли, там, мы все-таки из тоталитарного вопроса вышли. Многие люди, особенно старше, пока они до сих пор думают, что изучают и проверяют бюллетени, кто за кого голосовал, там, и, может быть, галочку себе где-то там в секретном личном деле ставят. Вот, это первый момент. Второй момент, это не были задействованы новые информационные технологии, интернет, вот, упор делался в основном на традиционные средства, это большие, там, плакаты, растяжки, листовки, официальные СМИ, которые белорусы, кстати, как у нас в Казахстане, очень многие телеканалы, ну, они не очень пользуются популярностью, откровенно говоря, в аудитории. Вот, все так же сидят в кабельных средях, а если что-то хотят узнать свежее о Беларуси, это польский Белсад уже давно эту нишу занял. Так что, здесь надо было задействовать, конечно же, сейчас я вижу, осознание это пришло, и вдруг неожиданно появились и в Фейсбуке, и новые телеграм-каналы, которые начали, прямо скажем, топить за нынешнюю власть, чего не было сделано. То есть, третья, отсюда, ошибка выстекающая, с командой Лукашенко, они немного запаздывают со своими действиями. То есть, надо было раньше выходить к рабочим заводам, надо было раньше думать о том, что основная сейчас голосующая протестная аудитория получает информацию не с телевизора, а с интернета. Надо было раньше как-то думать о том, что европейская мягкая сила и вот эта привлекательность европейского образа жизни, это совсем не то, что за 500 долларов, там, тысячу белорусских рублей вкалывать нам на грунт на Азоте, там, или на каком-нибудь Минском заводе. Вот, откровенно говоря, стипендия, например, у какого-нибудь студента европейского, да, на прожиточный минимум, там, она больше, чем у рабочего белорусского завода. Люди же это видят все. Кстати говоря, отсюда и четвертый, мне кажется, важный момент, ошибка. Это не значит, что надо было закрыть всю Беларусь и не пускать людей, да, как это в Туркменистане происходит, допустим. Но нужно было какую-то модель привлекательности именно белорусского образа жизни создавать, чего, мне кажется, не хватало в идеологии. То есть, да, Беларусь государство для народа, это как бы основной идеологический конструкт Лукашенко. Ну и что, что для народа? Народ тоже хочет и чарку, и шкварку, да, ему предлагал Лукашенко несколько лет. А сейчас он не только чарку и шкварку хочет, ему надо и айфон, ему надо и путешествовать по Европе, ему нужно и много чего другого, чего он пока не видит в белорусской модели развития. Простому молодому белорусскому избирателю не очень хочется работать на заводе после окончания ВУЗа. Вот, ему хочется посмотреть мир, ему хочется свой бизнес сделать там и так далее. И из этого пятый, последняя, наверное, то, что я скажу, ошибка. Все-таки в Беларуси мало внимания уделяли развитию малого и среднего бизнеса, делая упор как раз-таки на... Это, в принципе, модель государственного капитализма. Я бы там социализма убрал, мало социализма осталось там, разве что в пенсионном обеспечении. Или там в медицине бесплатно, в пиар-материалах. Огромные налоги платят. Если у нас, например, владелец кафе может просто патент купить и платить там 3% или там какую-то определенную сумму, там одна только медицинская, значит, страховка, да, за то, чтобы эту медицину получал бесплатную. Это же, значит, люди платят огромные, значит, с их зарплаты-то все вычитывается или накидывается, да. Вот. И не очень выгодно малому бизнесу работать, а это, например, в соседней Польше это основа нынешней экономики. И люди эту разницу очень сильно чувствуют. Да, это не значит, что нужно было ломать государственные предприятия, это значит, нужно было сохранять, может быть, это все, но давать свободу малому и среднему бизнесу. А его обложили кучей налогов. А на запрос товарищей власти, снишьте нам эти налоги, она не реагировала. Да. Вот это тоже. И как раз-таки среди протестующих большое количество тех, которые пытались работать не на заводе, а пытались сделать свой бизнес, быть более независимым от государства, но у них это не всегда получалось. Либо получалось с большими сложностями. Это да. Вообще, если посмотреть, то есть еще, я считаю, что ошибка его была, то что он существенно сократил список соперников. А, ну это тоже, да. И в результате получается, что у него получилось там раз, два, три, три таких скамжин, так, дежурных кандидата, да, он сам и Тихановская, да. То есть, на которой, получается, собралась вся оппозиция. То есть, как это... Там даже не сколько оппозиции, а сколько... Недовольные все. Да. Тихановской очень много голосов. Это не сколько за Тихановскую, сколько против Лукашенко. Хотя графа против всех существовала. Да. Вот. И она набрала, по-моему, по официальным данным больше, чем... Ну, на третьем месте, по-моему, эта графа, если не ошибаюсь. Вот. Но надо было заявить именно так. И еще, кстати говоря, очень важная же особенность появилась. Эти выборы показали женское лицо. Да. То есть, Лукашенко, судя по его интервью Гордону, серьезно не воспринял Тихановскую совершенно, когда он там говорил о жарке котлет или беточков там и так далее. Котлет, да. Да, а оказалось-то все по-другому, что даже домохозяйка, которая, в принципе, из опыта работы, это только перевод с английского языка, по сути дела, и какой-то такой государственного опыта продвижения или там в сфере бизнеса у нее не было. Это простой человек, да. Тем не менее, она собрала людей. Это вообще показатель того, что женщины в политике все больше и больше роды играют. Не случайно в Казахстане квоту на ближайших выборах парламентских вели женскую 30%. Это как бы дар какого-то предвидения есть, потому что с женщинами в политике и воевать нелегко, ее дубинкой не ударишь, как мужчину, допустим. Пострадавших там не так много было женского пола в той же Беларуси. И компромата на нее меньше. И компромата на нее меньше. И вообще семейные ценности в условиях пандемии, тем более они большую роль сейчас играют. Ну, я бы еще так сказал, да, то есть он не то, что не воспринимал, он как бы, ну, видно, что человек абсолютно неадекватно оценивает свой собственный рейтинг, да. Поэтому его, видимо, очень сильно вот это задело, Саша 3%, да, и поэтому он сказал, ну, давайте 80 мне сделать. И этим вызвал, ну, и видно, что он всерьез думает, что за него 80% голосовало, потому что у него ритурика такая вот, абсолютно такая вот. Ну, я думаю, вот эта уверенность прошлых лет сыграла свою роль, потому что беларусы народ прагматичный в основной своей массе. И действительно за Лукашенко голосовали, ну, потому что что-то им казалось, что он делает полезное. Но рано или поздно случается так, что за рамки выходит лидер государства, начинает нести какую-то неправильную чушь, говорит не очень хорошо. Мне кажется, вообще были ли предварительные запросы, да, социологические о том, сколько там он конкретно набирал, да, допустим, в предэлекторальный период? Или он был настолько уверен в себе, что он даже и не проводил ничего такого? По-моему, абсолютно. Если что-то приводилось, но как минимум он это не читал. Да, да, да. Мне так кажется. Вот, очень много минусов, его вот такие откровенные, прямые высказывания по поводу тех или иных событий. Значит, ну и на это еще и наложилось непростые взаимоотношения с Российской Федерацией после как раз вот задержания. Да, и после задержания, и после, начнем с нефти той же, да, когда Лукашенко там метался, даже в Казахстане пытался местную нефть купить у нас. Вот, и демонстративно покупал там за рубежом небольшие объемы. То есть, он показал себя суетливым человеком, а во власти суетливость не прощают. То есть, это уже, то есть, со стороны, вот, допустим, кажется, ну какой же ты лидер, если ты там, то там, то там, то там, начинаешь бегать. Значит, позиции твои слабые. Лучше уж промолчать где-то. Даже если ты боишься, где-то испугался, где-то перспектива не очень. Но лучше какую-то уверенность в себе сохранять. Либо это делать так, чтобы не твои коллеги, не народ, который за тебя голосовал, не видел вот этой суеты. Это тоже, это скорее человечное качество. Может быть, Лукашенко где-то все это искренне делал, совершенно искренне думая, что он руководствуется интересами государства белорусского народа. Но белорусский народ не оценил эту искренность, потому что слишком много суеты было. Ну, это да. То есть, я бы еще так сказал, что менталитет самого Лукашенко очень сильно отличается от менталитета обычных белорусов. То есть, обычные белорусы спокойные, медвительные, рассудительные такие, да, на это. А этот же он постоянно вот это, у него постоянно вот это такая, ну, недавно ходят слухи, что он цыган. И поэтому у него вечный вот этот, вечный ток, ток, стремление что-то выглядеть там и еще что-то такое. Вечно он как-то вот пытается схитрить, какую-то сделку сделать и торгуется. Яростно торгуется, вот вся его вот это, российская риторика и так далее. Это тоже был элемент торгуется. Он ругается с Россией, потом снова возвращается, там, обнимается и так далее. Ну, мы вот пришли с вами к тому насекомое, как его называют, но не потому что усы. Это потому что у нас стремительное хаотичное движение делает. А, да, да. А, то есть таракан это именно потому, что он именно вот так бегает, да, получается? Да, тут не только в усах дело. А, это, кстати, вот тоже, это, кстати, вот тоже интересная, это очень мощная такая вещь, да, когда человека зовут, там, батька, потом дальше чужие идет папа Коли, да, а тут уже идет таракан. Это уже оскорбление практически. Да, и Саша 3%, да, то есть это тоже очень, оппозиционер хорошо, но на этом сыграли, в принципе, и запустили вот эти мемы, да, и это очень сильно, как бы, поэтому убило. На, на этом. А вот, как думаешь, то, что в смысле, надо было ему вот этот протест дать выплеснуться, или он все-таки это правильно сделал, что, допустим, ОМОН пустил? Или надо было ОМОН по-другому как-то пускать, или еще что-то там действовать не так жестко, допустим, лупить там всех подряд и задерживать? Ну, это большая ошибка, потому что там всегда появляются сакральные жертвы, даже не обязательно убитые, да. Не обязательно даже убитые, да. Тут может очень много провокаций появиться, и какие-то третьи стороны могут участвовать там, уничтожить какого-нибудь члена избирательной комиссии, допустим, и это уже негативно сказывается на позициях власти. Вообще, использование силовых структур при наведении порядка или поддержании порядка в массовых акциях, это очень опасная штука, болезненная для власти, и всегда, значит, не дает стопроцентного результата, который хотелось бы получить. То есть, ну и люди, это же эмоции. Мне вот доводилось, я был в командировке еще до вот этого случившегося события, значит, в 2014 году, надо казахстанцам непривычно в эти массовые акции. А я пошел и, значит, своих еще наших коллег повел, мне хотелось энергию прочувствовать протеста, да. Это вот день был, когда случилась оранжевая революция в 2005 году, и потом каждый год сторонники там Ющенко, Тимошенко проводили акции, значит, на Майдане. Ну, это же, вот, я смотрел, значит, я зашел в толпу, у меня случайно, значит, Беркут, да, тогда есть такая технология рассечения толпы, вот, меня приперли к этому почтамту знаменитому, значит, я оказался, значит, в таком квадрате из этих силовиков и успокоилась. Просто я увидел, что в какой-то момент толпа стала неконтролируемой, и мне казалось, что я нахожусь среди выпускников сумасшедшего дома, насколько у людей вот эти эмоции выходили, неадекватные совершенно крики. То есть там вообще, мне как политологу это удивительно наблюдать, потому что там вообще никакой логики не было, значит, люди выходили как на футбольный матч, и, наверное, получали такой же адреналин. Вот, и я думаю, что в какой-то степени люди, которые не боятся выходить на акции протеста, это тоже же все-таки энергия протеста, она не только давит на власть там, чтобы она приняла те или иные решения, она в первую очередь дает адреналин и тем людям, которые выходят на площадь. И в этом плане это же где-то даже мирную демонстрацию первомайскую напоминало в какой-то степени, хотя лозунги были совершенно иные. Ну, ведь это все может, толпу можно очень сильно повернуть на агрессию, и любой, значит, неадекватный жест со стороны силовиков, и я думаю, может это сделать. Ну, все-таки силовики старались, но там тоже человеческий фактор играет. Да, какой-нибудь провокатор там, какой-нибудь оскорбительный в адрес выражения, что-то, что-то, и кто-то из силовиков не выдерживает, достает дубинку, начинает убить, либо просто там ограждает от людей. И все равно они виноваты просто, хотя бы потому, что они представители власти, что их отправили туда, что они мешают свободному выражению мнения и чувств настоящих белорусов и так далее. Но, с другой стороны, если бы не было бы силовиков, ну, как бы, где гарантия того, что неуправляемая толпа, возглавляемая откуда ни возьмись провокаторами, которые могли появиться, не могла бы там что-то разгромить. Такое тоже. Я думаю, что ошибки были сделаны, безусловно, и я так понимаю, что на попятную власть пошла в этом плане, то есть были извинения от Министерства внутренних дел. Я думаю, что, может быть, даже кого-то и показательно накажут, сначала их наградили там огромным списком. Да, 300 человек. Может быть, кого-то накажут, но не очень сильно, потому что сливать своих силовиков глупо очень. Так как Каев в свое время поплатился, когда были акцийские события, он, значит, отправил несколько силовиков на Нары, а потом они за него не заступились, когда народ возмущался. Здесь очень надо быть аккуратным в этом отношении. Но в конце концов, кто-то должен заявить, что силовики – это тоже часть народа, те же белорусы, у них те же дети, те же семьи, они живут в одном государстве. Государство – это, по сути дела, небольшое. Там 9,5 метра, ну, в два раза меньше Казахстана уже по населению, по территории еще более. То есть это по евразийским, может, по европейским меркам это большое государство, а по евразийским меркам Беларусь – это довольно скромная территория и довольно скромное население. Я напоминаю нашим зрителям, что вы смотрите передачу на радио Медиаметрикс Казахстан, вы можете нас смотреть на сайте Радио ММКЗ и на нашем канале в YouTube. Мы с Эдуардом Политаем обсуждаем политический протест Беларуси и его значение для Казахстана. Отдельно я хотел спросить, получается, Лукашенко не понимает новые технологии, новые способы общения. Это при том, что в Беларуси мощнейшая IT отрасль, в Беларуси забыли Viber, и в Беларуси, получается, основным координирующим этим СМИ и координатором, и основным источником, получается канал Некста Степана Путила на этом. А вот с этой точки зрения, они там сделают свои какие-то каналы типа «Желтые сливы» и так далее. Но мы же помним, что одной из причин непонимания Лукашенко и России служило то, что он вечно жаловался на Путина, на эти телеграм-каналы, причем, как рассказывают, он и взял, короче, и сунул ему распечатки оттуда, что тоже очень, мягко говоря, его не очень хорошо это характеризует. А почему-то вот, откуда вот такая вот может быть, и в принципе, ну он-то и ладно, а ну вот вся Беларусская элита, почему она недооценила вот эти новые методы коммуникации? Да, потому что некогда было. Потому что там телефоны оставь, там отложив, там совещание, там и то, и все. Ведь надо, ну скажем так, очень железные нервы иметь, чтобы постоянно кочевать по студиям вот этим всем. И просто-напросто людям не до новых технологий, в конце концов. И, значит, судя по вообще менталитету белорусского чиновничества происходит же так, что... Во-первых, политическая элита довольно старая в Беларуси. Вот, несмотря на то, что Лукашенко далеко не самый старый президент на постсоветском, допустим, пространстве, сама структура, допустим, если мы посмотрим, там, кабинет министров и так далее, она довольно возрастной характер имеет. То есть сложно сказать, что там есть социальные лифты. Я даже когда вот в Беларуси был несколько раз, там все как-то вот по-советски все еще идет. То есть пока ты не пройдешь несколько ступеней каких-то определенных высот, ты начальствующее положение, там, добьешься, когда тебе за 50 только исполняется, допустим. То есть таких вариантов кооптирования молодых людей на министерские должности, когда тебе за 30, что иногда уже и в России происходит, и в Казахстане. Да, в Никифорах, да. Таких вариантов в Беларуси очень мало. Соответственно, складывается такой клуб, значит, людей, которые привыкли получать информацию и меняться информацию, скажем так, с помощью старых каких-то методов коммуникации. Телефона. Да. То есть, ну это просто элементарная недооценка, наверное, была возможностей вот этих социальных сетей. И ведь, когда мы постепенно даже привыкали к этому, у нас тоже всегда когда-то были опасения. Когда у меня первая банковская карта появилась еще в конце 20 века, я всегда снимал с нее деньги, как только они поступали, я боялся то, что они там лежат просто-напросто, что вдруг их кто-то там вытащит каким-то образом и так далее. Я тоже осторожно начал переходить к интернет-платежам, например, к QR-коду и так далее. И постепенно, когда я сам заводил свои собственные сети, я тоже очень аккуратно к этому подходил. Ну а люди старой формации, они вообще просто, мне кажется, не сильно воспринимают эти возможности. Это какие-то возрастные особенности, видимо. Ну и неверие, наверное, в силу новых технологий. Даже вот всем известно Беларусь по своим играм, допустим, по Вайберу тому же, да. Но судя, вот как Лукашенко к этому отнесся в интервью, тому же Гордону, что там, ай, пусть занимается. И где-то все-таки частная инициатива была, это не инициатива власти была создать парк этот. Она поддержала, возможно, на будущее, что вдруг что-то это даст, что-то принесет. И не только Беларусь сильно в IT-техно. Это не значит, что белорусы какие-то мозговитые, у них голова больше на два размера, чем у других. В Украине, например, несмотря на сложности в экономике, она огромные проценты показывает. Особенно в работе на удаленке. И у них IT-технологии очень мощно развивается. Аутсорсинг и так далее. Да и в Польше то же самое происходит фактически. Ведьмак тот же, например, всемирно известно, это поиска изобретений. И поэтому здесь главное просто дать нишу, дать возможности. Я, насколько понимаю, те люди, которые занимаются, там нет олигархов действительно, но есть бизнесмены, которые хорошо сидят и зарабатывают, они на Кипре же ждут. Разработчики игр, допустим, паримач, вот букмекерская коробка, которая считается кипрской, но по сути дела имеет белорусские корни. Ну и много чего другого. То есть почему так происходит, почему они не живут на родной земле, но, наверное, опасаются, что отчебучить что-то Лукашенко где-то повернется так, что потом бизнес надо спасателем лепетывать. То есть такая вот медвежья неповоротливость власти, она существенно осложняет работу. Аккуратнее надо быть, тем более с теми людьми, которые создают альтернативную экономику. Не только останки эксплуатируют советского, а делают что-то новое. И тут мы уже, наверное, потихонечку, ну, само обсуждение протеста, как думаете, удержится Лукашенко или нет? Очень хочет он удержаться, очень хочет. Да, это видно, он бы вцепился во власть какая-то. Да, стремление в власть, оно настолько откровенно и открыто видно по нему. Вот, причем не видно, что он устал, но держится или там... Он еще боец, скажем так. Вот, но он боец там, где никто не хочет смотреть, как он боксирует особо-то. Вот, то есть он очень много растерял в этом году. Для него это действительно тревожный, високосный год оказался. И тут нужно даже удержиться, не удержиться. Хотелось бы кому-то, чтобы он удержался. И тут, наверное, вопрос в том, чтобы страна, скажем так, в определенных рамках сохранилась, чтобы не было, чтобы эти мирные протесты не перерастли, что-то более серьезное. Чтобы был диалог, наверное, это очень необходимо. Я вижу, что Лукашенко готов к диалогу, но недостаточные условия для этого он выставляет. Но, с другой стороны, вот эта стихия народная, она пока еще не выдвинула реальных, настоящих лидеров. Не выдвинула какой-то нормальной программы, а не наспех на коленке написано. То, что там происходит. Коту сейчас удаляют везде. Да, да, да. И не факт, что она была вообще написана. Может, это фейк какой-то, который запустили. Нет, это не фейк. Но она очень напоминает вот это все как-то. Поэтому, мне кажется, нужно Лукашенко заставить себя, как Мюнхаусина, сможет он это сделать или нет, вытащить себя за волосы где-то. Ограничить свои возможности, привлечь хороших советников к работе, не только думать, что ты лучше всех знаешь, что происходит. И, наверное, может быть, сделать какие-то досрочные выборы, может быть, дать больше полномочий вообще развивать парламентскую сторону. Но, хотя это пока маловероятно, но в этом есть очень большие шансы. Надо высушить людей. Не просто читать им нотации, когда ты приезжаешь на завод, а все-таки высушить. Иначе ты будешь кет у нас, говорят, уходи и уходи. Да, это непонимание, оно к ничему хорошему не приведет. Пока, слава богу, в Беларуси уровень агрессии не такой, чтобы там и власть начала стрелять, и народ начал, скажем так, бомбы там закидывать. Там какие-то, значит, единичные случаи, которые происходили, но это не в счет, это пока не тенденция. Главное, чтобы и внешние стороны не сильно вмешивались в этот процесс, иначе потом катавасия начнется. Тут все-таки нужна добрая воля власти, надеюсь, что она будет проявляться, но Лукашенко уже начал шататься и качаться. Он уже готов на компромисс, да. И народу нужно продемонстрировать себя так, что они готовы тоже к тому, что власть прислушивается к их мнению, и какие-то подвижки должны в этом вопросе быть. Ну а если в среднесрочной перспективе, конечно, смотреть, а в следующем сроке через 5 лет, да, или там, когда у него там через 4 года, уже говорить не приходится. То есть в лучшем случае для Лукашенко, если он досидит еще этот срок, в чем можно тоже сомневаться. Вполне возможно, он может подсократиться. У меня вообще большие сомнения, что он вообще до конца года дотянет. Такое тоже может быть. Сейчас очень много от форс-мажорных каких-то случайных обстоятельств зависит. Да, потому что я вот вижу, я не вижу парламента, который выступает в его, это, то есть митинги там, ну, мягко говоря, тоже сомнительные, да. То есть фактически у Беларуси из такого деклариума социалистического народного государства, и он как президента, он превращается в латиноамериканский вариант президента, который держится сугубо на хунте. Теоретически он может, и было очень много примеров, когда и по 10, и по 20 лет держались на силовиках. Да, на силовиках. Но я тут обращу маленький пример, хунта может держать власть долго, но вожди хунты очень мало там этих человек, которые долго там держались. Как раз-таки вот на хунте там очень быстро меняются, потому что какой полковник не хочет стать не то, что генералом, а вождем вообще. На месте Лукашенко еще удар со спины попаривался, потому что пока таких явных предательств нет, значит, со стороны его команды, его окружения. Но видя то, что трон шатается, теоретически очень может быть, что у кого-то из власть ныне предлежащих в его команде появится желание предложить себя на роль, скажем так, падающего, вместо падающего занять. Ну это, я напомню, для старых умных выражения, падающего толкни, и при определенных обстоятельствах охрана очень быстро превращается в конвой. Да, то есть сегодня они тебя охраняют, завтра они тебя ведут уже в каземат, можно уж для совсем-совсем разных, и все цели, и все эти цели очень даже нехорошие на этом. Ну вот, а если смотреть, с точки зрения, во-первых, Казахстана, почему нас привлекают вот эти протесты? Почему у нас вот прям вот все смотрят сейчас это? Да, потому что интересно, потому что, во-первых, не было такого у нас. Да. Ведь тоже по кухле грани хочется какой-то степени, хочется высказаться. Есть такие возможности, я не скажу, что у нас вот все перекрыли экраны. В соцсетях можно, в принципе, способно высказываться, да, ну, сейчас какие-то поблажки законодательства внедрили, да, по поводу организации митингов там, ну, и декриминализации там некоторые. Ну, митинги по ходу, да, привлекает, наверное, еще и какая-то некая праздничная атмосфера. Да, ведь в Центральной Азии то, что мы видели, да, это обычно либо какой-то разгон, либо какие-то крылавые жуткие последствия, как это было в Кыргызстане два раза, например. Да. Ведь культура протеста, она тоже может быть очень привлекательной. Да. Если там ничего такого страшного не происходит. Если на ней там играют на волынке, девушки с цветами. А у нас что получается, да, у нас площадя в размерах сокращаются, ну, Алматы, например, да, уже даже и попротестовать-то особо много народу не сыграет. Да. Нигде. Значит, потом, ну, наверное, и интерес просто-напросто к тому, как политическая культура утверждается, развивается в других государствах. Все-таки Беларусь это не чужая нам страна, мы все из-за них штанических советских вышли и сейчас являются одним из близких наших партнеров. Ну, и в том числе и потому, что русскоязычные, многие вещи понятны, что там происходит. И не обязательно жить, я уверен, в Беларуси, чтобы понимать, что это так. Видите, вот, например, Юрий Шевцов, известный местный политолог, недавно заметил, когда он наблюдал непосредственно за этими акциями протеста, он увидел, что у этих людей нет фактически информации никакой о том, что на самом деле происходит. То есть люди передвигаются фактически хаотично по городу, да, а человек, который садит за компьютером, он гораздо больше вообще владеет информацией, что на самом деле. Из Польши. Что действует власть, да, как действует... И он их координирует по телегаму, да. Да, 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 да. То есть в этом плане это добрый интерес, и казахстанцы в целом, несмотря на то, что были у нас тоже товарищи, которые активно там призывали к свежению, Лукашенко в соц. сетях, но в целом они относятся по-доброму, по-хорошему и желают белорусам, ну, только положительных результатов от всего. Да. А вот возможно ли у нас после наших выборов вот такие же протесты? Ну, я думаю, что-то будет. Не факт, что оно будет в таких масштабах. Значит, возможно, они будут где-то более жесткими даже. Вот. Вот. Я думаю, они будут более хаотичны, вряд ли сильно координируемы, поскольку, ну, я изучаю, например, нашу внутреннюю политику и действия нашей власти. Я вижу, что у нас очень часто играют напережения, пытаются предвидеть то, что может произойти. Безусловно, белорусский кейс, он уже изучается сейчас. Ну, абсолютно, да. Я это знаю абсолютно точно, да. Все ошибки белорусской власти, да, и все достижения власти и оппозиции, также ошибки достижения. Это все будет проанализировано, безусловно, и определенные выводы сделаны. На самом деле тяжело. Перспективы-то у нас даже не сколько связаны с выборами, сколько выборов в не очень стандартной и непростой обстановке происходит. Когда экономика валится, когда там непонятно с этим ковидом решение когда-нибудь случится или нет, будет ли вторая волна там или нет. У нас просто объективного недовольства людей, вне зависимости от того, кто там у власти находится у нас, да, оно очень сильно и оно может расти, если дальше какие-то вот морковки для более лучшей жизни не появятся перед носом наших людей. А это очень сложно сделать, поэтому здесь, ну, наверное, то, что получить из белорусского кейса надо было необходимое все-таки, это то, чтобы предоставить людям возможности выплеска пары и недовольства. Все-таки здесь гайки нужно заранее было отвинтить. Да, 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 и в Казахстане, в принципе, та же концепция слышащего государства, она худобенно, но работает на самом-то деле. Вот, и это было сделано раньше, чем в Белоруссии произошли выборы, видимо, понимание к властям пришло, что надо. Не все это верят, много скептиков остается, да, не все еще тут поменяешь очень быстро за год, за два. Но то, что это век информации и сила народа, который может очень быстро быть скоординирован с помощью инструментов, которые не подвластны властям, как это является телеграм, Это очень хороший кейс для власти, который нужно понимать, что не нужно делать таких вот ошибок, которые сам тот же президент Лукашенко не считал ошибками, да, когда говорил там слишком ворготно и раздольно о таких вещах, которые больно было воспринимать народу. Да, особое внимание я хотел бы обратить на то, что надо больше давать денег социологам и политологам, абсолютно, это очень важно, это тоже одна... Не хочешь, перефразируя поговорку, не хочешь кормить политологов своих, да, будешь кормить политологов чужих. Ну да, которые будут уже решать не вопросы твоего выживания, а вопросы твоего уже, твоей утилизации на самом деле. Вот на такой оптимистичной для нашего политологического сообщества ноте мы закончим нашу передачу. Я напомню, в гостях у нас был президент общественного фонда и известный политолог Эдуард Полетаев. Спасибо большое за внимание. До свидания. До новых встреч. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...